А все-таки если бы они к вам пришли, вот начали танцевать вот на этой сцене, ноги задирать, слова кричать, кощуственные, как бы вы поступили? Не могу представить. У вас было в храме нечто подобное? У нас был один случай, когда молодые ребята пришли и пытались газом, да, газовые баллончики. Мы помолились за них и даже милицию не вызвали, они ушли. Мы постоянно сталкиваемся с различной молодежью и конечно сюда молодежь приходит и верующие, и неверующие есть. И есть люди вот панки, рокеры, значит сатанисты, анархисты, нацисты, то есть это всего так много. И частенько, разговаривая с этими людьми через 5 лет после того, как они были там сатанистами, вдруг этот человек, он уже не верит в это. Почему? Потому что какое-то детство прошло, он понял, что это ну ерунда. И то есть частенько, это какой-то промежуток времени, когда человеку нужно самовыразиться, он думает, что это истина, за которую можно там бороться, еще что-то. Проходит промежуток времени, уже какое-то осознание приходит, более здравое понимание. Но это часто больше свойственно подростковому, конечно, возрасту. Не знаю, сколько лет тем девушкам вот из этой рок-группы там, да, поэтому не могу сказать. Православные христиане говорят, не можем простить тех, кто не просит прощения. Как Вы считаете? Ну, Иисус просто по этому поводу сказал, если кто ударит тебя по одной щеке, поставь ему другую. Поэтому тут, наверное, нужно поступать, как Иисус поступал. Скажите, какую главу Евангелия Вы бы хотели прочитать этим девушкам, если они сидели бы на моем месте? Да, сложно сказать. На горную проповедь. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах, и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молись, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужды прежде вашего прошения у Него. Я думаю, что очень подходящий текст, который помогает вообще правильно представить, если там они действительно хотели к Богу обращаться, то нужно руководствоваться Священным Писанием, что Бог по поводу молитвы думает, какая она должна быть. Вот к ним проще отнанестись, да, как к заблудшим душам, потому что они не поняли смысла христианства, не знают веры во Христа, но оскорбляют. То есть их поступок, он очень оскорбительный для верующих. Для всех верующих? Конечно, все равно это оскорбительно. Как бы там, да, мы протестанты, а православная церковь вроде бы другая церковь, но они в первую очередь, они оскорбляют, ведь не просто люди, они оскорбляют Бога. Это выпад на Христа. То, что там упоминалось имя Путина и какой-то, возможно, политический подтекст, не стоит перемешивать государство и веру в Бога, потому что Господь, Он над всем, Он поставляет правителя, Он убирает. Всякая власть от Бога? Всякая власть от Бога, даже та, которая нам не нравится, потому что каждый народ достоин того правителя, который есть. Поэтому мы можем только молиться о властях, чтобы Бог дал мудрости в данном случае, как вот закончить это дело. А если все-таки оно закончится тюрьмой, и получится, что эти девушки неожиданно, может быть, для себя станут некими мученицами для современного общества? Навряд ли они станут мученицами, но сердца их могут ожесточиться, и жизнь их может окончательно поломаться. Да, дело в том, что тюрьма, тюрьма современная, вот в России, она не исправляет людей. И это не из-за того, что система такая плохая, она в любой стране тюрьма, она людей не исправляет. Человек костенеет в своем грехе. И для этого, ну, тут много можно рассуждать, просто наказание должно быть соизмеримо, даже каким-то, ну, естественным, что ли, нормам человеческим. Ну, вообще, я считаю, что милость превозносится над судом, и, опять же, если они, например, совершили преступление административно, то административное наказание должно быть, а если уголовное, то уголовное. Но здесь, как вот христиане, я думаю, что, наверное, в большинстве молятся за то, чтобы Бог дал им покаяние. И тогда милость превознесется над судом. Должно отпустить это и простить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова